Сегодня у нас небольшая задача. У нас есть парочка часов в Xiaomi, которые работают по BLE, передают температуру и влажность. И есть старенький Xiaomi браслетик, по-моему это еще первый Mi Band. Реагировать на него нужно как на бинарный сенсор. Либо сканер видит его, либо сканер не видит его. Для чего это надо? Для того, чтобы мелкий. Ну и приходя домой, чтобы я понимал, что мелкий дома или не дома. Потому что отправить в Telegram сообщение он как-то так стесняется или забывает. Ну или включить какие-нибудь другие сценарии, в зависимости от того, находится этот брелок дома или он где-то гуляет. Реализовано все будет на ESP32CAM. То, что было свободным дома, на том, будем все это делать быстренько. Будем делать первая задача, это Home Assistant. Через ESP Home будем все это интегрировать. Этот уже работает через Telegram, когда брелочек попадает домой. И он, собственно, присылает сообщение «Брелок дома». Ну или когда брелок пропадает из дому, пишет «Брелок не дома». Сегодня у нас также будет вот такое вот устройство. Называется «Кастрюля». Вот оно будет имитировать уход. У. Или приход. Открываем ESP Home. Добавляем новую ноду. Указываем имя. Указываем, какую платку мы будем использовать. Пусть будет дженерика ESP32. Логин, пароль нашей домашней сети. И пароль для обновления по воздуху. Смотрим конфигурационный файл. В конфигурационном файле у нас будет Captive Portal. Это важная штука, которая будет использоваться в дальнейшем. Если вы куда-то уехали с ESP-шкой и не знаете того логина и пароля. Это аварийный портал для того, чтобы зайти на вашу ESP-шку, если она не увидит Wi-Fi. Собственно, SSID ESP-шки и пароль, через который вы зайдете. Введете правильный логин-пароль. Без перепрограммирования. Ну или обновите по воздуху вашу ESP-шку. Смотрим дальше. Логгер остается. Пароль для доступа Home Assistant. Пароль для обновления по воздуху. Добавляем веб-сервер. Веб-сервер тоже нам на какое-то время нужен. Потом от него можно избавляться. Ну, я, например, пользуюсь. Добавляем ESP-бв-трекер и прошиваем. Это не первая моя прошивка, поэтому тут я обновлюсь по воздуху. После компиляции обновления по воздуху мы увидим лог наших ESP-устройств. Это установки по дефолту нашего Bluetooth-сканера. Это, собственно, MAC-адреса наших устройств. Добавляем бинарный сенсор в наш Mi Band. Сяомовские сенсоры добавить не есть какой-то проблемой. Заходите на ESP Home I.O. Ищите Xiaomi и, собственно, выбираете тот сенсор, который и у вас находится. Вот наши часики. Ну и пометочка, что уровень батареи не показывает, если у вас версия меньше 85. На момент начала написания ролика версия у меня была аж 42-ая. Ну и сейчас обновился до 87-ой. Поэтому у меня теперь показывает батареи левел, что есть, в принципе, неплохо. Компилируем. Это будет, типа, первый наш запуск. Компилируем. Заходим в ESP Home Flasher. Выбираем нам шкомпорт. Мы под виндой третий порт, допустим, сейчас. Выбираем наш файлик. Флешем. Смотрим, что нам показывает. Нам показывает IP-адрес. Заходим на этот IP-адрес и видим наш сервер. Через какое-то время здесь данные будут обновляться. Сначала вы вообще ничего не увидите. Добираемся до Home Assistant. Новая интеграция. Указываем, опять же, наш IP-шник, наш порт. Добавилась новая ESP. Смотрим, какие тут устройства. Это еще старая запись. Поэтому тут нет батарейки. Сейчас подойдем и до батарейок. Добавляем бинарный объект. Придумываем какое-нибудь название и где-нибудь его туляка. Все, разместили. Поехали смотреть. Сейчас он видит Mi Band. Берем наш Mi Band, наш бинарный сенсор. Ложим его в кастрюлю. Бинарный сенсор ушел из дому. Ну, где-то через 8 минут только. Home Assistant отреагировал на то, что бинарник покинул дом. Это очень хорошо. Защита от ложных срабатываний. Добавляем другие наши сенсоры. Добавляем температуру. Добавляем влажность. Добавляем батарею. Состояние батареи, если в этом есть необходимость. Ну, могу сказать, что батарейка со 100 до 36% разрядилась на этих часиках где-то за полгода. То есть, они все-таки довольно поджирают нормальное электричество. Хотя, может быть, это и нормально. Жрет весь этот БЛЕ сканер на ESP32 порядка 30 мА в час. То есть, он довольно экономичен. Для сканирования можно использовать и другие программы типа БЛЕ сканер или НРФ коннект я использую. Можно также задавать параметры сканирования. Интервал по умолчанию 320 миллисекунд между каждым последовательным сканированием. Окно сканирования непосредственно активное. Меньше, чем интервал должно быть. Дюрейшн 5 минут по умолчанию. Это время полного сканирования. За это время полностью будет сканировано все, что можно. И еще есть параметр активное сканирование или пассивное. По умолчанию активное. Активное на получение пакетового адвертайзинг. Оно задает еще дополнительные запросы, чтобы получить данные. Оно быстрее выжирает батарейку ваших БЛЕ устройств. Все.